Команда КВН Спортклуб Теперь я с гордостью могу сказать, что я тренер вот этой команды. Вау, вау, полегче. Нас сюда помочь попросили выйти. Так, мы не в вашей команде. Так, все вышли. Команда осталась. Ну я не сомневался. Ребят, вы вообще как побеждать собираетесь? Вы же ничего не умеете. Уи-и-и! Отлично. А вы в курсе, что вы лимит на легионеров превысили? Это в моей учебной группе лимит на легионеров превысили. А че, у всех фамилии Наян заканчиваются. Так, замолчи. На кону чемпионство в юбилейном сезоне. Артур Николаевич, да вы не беспокойтесь. Мы вот настолько уверены в своей победе, что поспорили с Лехой. Если мы проиграем, он на лысо побреется. Кстати, а где Леха? Вы че, идиоты? Вы победить хотите? Да! Вы хотите забрать вот этот вот красивый кубок? Да! Тогда нам нужно тренироваться как настоящие чемпионы. Давайте! Алло! Вы че делаете-то, ребят? Я... Я пошел от вас. Да ты вообще никогда не ценил то, что между нами было. Если ты выбираешь между мной и другой, выбирай ее, потому что мой мужчина выбирать не будет. Ну че, походу все готовы. Спортклуб, начинаем! Представьте, самый быстрый диалог на Кавказе. Эээ! А-а-а! На чемпионате мира по шахматам один из спортсменов решил заработать денег. Купи слона, а? Ну, ты ходи. Да все так говорят, а ты купи слона. Представьте, настройки. Так, никому не двигаться! Работает ОМОН! Так, капитан, ко мне подошел. Давай, 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 быстрее, быстрее, где ты? Я тебя не вижу. Короче, чтобы выиграть в чемпионском сезоне, нам нужен талисман. Так у нас есть талисман. Да? И где он? Вот, пожалуйста. Иди сюда. Слушай, дорогой мой, это вообще не талисман. Я тебе сейчас покажу, какие должны быть талисманы. Оля, объявляй. Всем известно, что у каждой спортивной команды есть свой талисман. Но мало кто знает, что каждый год проходит чемпионат мира среди талисманов. И этот чемпионат проходит в форме рестлинга. Добрый вечер, дорогие мои друзья. Я рад вас приветствовать на чемпионате мира по рестлингу среди... Господи, поддержите меня! Среди спортивных талисманов. И сегодня в финале встречаются кот и медведь. Против свиньи и петуха. Посмотрите, какой красивый петух. Он позирует. Боже мой, что творится? Без объявления войны начинается бойня. Свинья оттаскивают медведя. А в это время кот выходит с ведром от KFC и бьет им курицу. От KFC курицу. Какая ирония судьбы. Свинья бежит на помощь петуху. А в это время медведь подзывает кавказцев, своих друзей и просит их бить свинью. Но кавказцы не могут ударить свинью. Нельзя кавказцам бить свинью. Какая промашка. Кот и медведь нападают на петуха. А в это время свинья просто берет и уходит с ринга. Свинья подложила свинью петуху. Кот и медведь спрашивают у распорядителя игр, что же делать с побежденным. Ну вы все поняли, ребята. Делайте свое дело. Они проворачивают голову петуху. Она крутится. Они отрывают ее и выкидывают за ринг. Сразу видно, что это целесматребийный команд. Все, это победа. Виктори. Но не спешите радоваться. Петух и без головы очень опасен. Смотрите, что он делает. Он сбивает кота. Затем медведя. А потом сам падает на землю. Кто повинил? Ой-ой-ой-ой-ой! Выходит крыса! Выходит крыса и делает болевой. Только крыса может так поступить. Ну что, дорогие мои, чемпион известен. Спасибо вам! Друзья мои, всем вам известно, что параллельно с нашей игрой проходит очень важная игра для сборной России по футболу. Они играют со сборной Молдавии. И у нас единственный вопрос. Кокорин, ты что здесь забыл? С вами была команда КВН Спортклуб. Спасибо! И мы будем идти на свет, который не погаснет.